Расскажите, вы качаете из интернета музыку, фильмы, может быть программы или игры? Бывает, бывает, конечно. Есть грех, на душу беру. То есть вы считаете, что это нарушает авторское право? Конечно, это как-то не очень красиво по сравнению к автору. Я как автор сам, нет, неприятно такое отношение. Пишу песни. Как нужно пресекать такое пиратство? Не знаю даже. Штрафами какими-то, может быть. А если взять посерьезнее? Если, к примеру, каждый раз, когда вы что-то скачиваете из интернета без авторских прав, к вам вламывалось СБУ и начинало предъявлять право, как вы считаете, люди бы быстрее поняли, что это неправильно? Люди бы поняли. Но мне кажется, недалеко... Перестали бы скачивать? Возможно, но так и до бунта недалеко. Да, скачиваю. Как вы считаете, это нарушает авторское право? Мое мнение, что нарушает, но так как мы живем у нас в Украине, в стране, то есть за границей это стоит как бы копейки. А для нас это немножечко накладно это все делать. То есть поэтому приходится пиратские фирмы смотреть, скачивать музыку и так далее. То есть если бы стоили по ним копейки, можно влог за деньги. Вот это мое мнение. Как вы считаете, нужно пиратов наказывать как-то? Ну не то, чтобы наказывать, но какие-то там в рамки нужно принять для этого. Как это должно пресекаться? Хотя бы цену какую-то подешевле. А пресекаться, ну как-то никак не пресечу этого. Интернет в свободный доступ, можно скачать все, что угодно, откуда угодно. То есть это никак не следится, никак с этим ничего не сделаешь. Скажите, вы качаете из интернета музыку, фильмы, видео, может быть программы? Да. Как считаете, это нарушает авторское право? Нет. Думаю, не нарушает. Скажите, вы качаете фильмы, музыку, игры из интернета? Нелицензионные. Да, очень часто причем. Как вы считаете, это нарушает авторское право? Ну вообще да, но многим это не мешает продолжать скачивать это все. Это удобно. Как вы думаете, нужно как-то пресекать такие действия? Да, мне кажется, это нужно, но не всем это понравится. Расскажите, пожалуйста, качаете ли вы из интернета видео, фильмы, может быть какие-то... Не качаю, у меня нет ноутбука. А как вы вообще считаете, пиратство в интернете это нарушение авторского права? Это должно как-то пресекаться? Конечно, должно. А что именно, что нужно ввести в Украину? Почему украинцы сейчас скачивают музыку бесплатно, фильмы? Ну, по-моему, это разрешено. Есть куча разных программ, правильно, которые люди разрабатывают, и с помощью их можно это все качать. Если бы их, например, запретили, как в ВКонтакте, например, да, но опять-таки есть программы VPN, через которые все заходят. То есть нарушение вот такое вот, именно нужно пресекать, то есть все эти, я не знаю, программы запретить, удалить их, наказывать, это как-то, это же все вычисляется, правильно? И тогда, возможно, это и прекратится пиратство. Расскажите, вы сами качаете видео, фильмы, может быть, программы нелицензионные из интернета? В последнее время уже нет. Я начал больше задумываться по этому поводу. Ну, насчет фильмов не качаю, но сам смотрю. Ну, допустим, если фильм вышел в прокате, в кино, то я могу смотреть его там через 4 месяца, через 5 уже, если в хорошем качестве. А что потолкнуло вас задуматься об этом? Ну, как, это киносфера, они зарабатывают на этом деньги, они вкладывают свои труды, просто так им мешать, я думаю, не стоит. Это, ну, нехорошо. Как вы думаете, что нужно сделать в Украине, как нужно пресекать пиратство, чтобы люди наконец поняли, что это запрещено? Ну, думаю, с санкциями, конечно же, штрафы какие-то серьезные. Я думаю, только так можно поменять культуру. Просто рассказывая людям, наверное, не получится. Ну, как это делается в Европе, я думаю, штрафы более понятны. Да, игры качаю нелицензионные, потому что дорого покупать. И, ну, нет денег. Ну, тем более, если есть то, что можно скачать бесплатно, почему бы не скачать, зачем покупать? В принципе, да. Но считаете ли вы, что это нарушает авторское право? Ну, вообще, как бы, да, это нарушает. Но пока меня за это никто не поймал, вот, я как бы это делаю. Как вы думаете, если бы каждый раз, когда вы что-то незаконно скачивали из интернета, к вам вламывалась СБУ в квартиру и начинала рассказывать об авторском праве, как думаете, украинцы бы поняли, что это неправильно делать и что нужно что-то менять? Ну, поняли, да. Но не все. Ну, я думаю, некоторые, которые, вот, есть такие люди, которым совершенно наплевать на все, я думаю, они бы продолжали так делать, а те, которые, как бы, совестливые, я думаю, они бы перестали, если бы за это знали, что будет какое-то наказание. А лично вас, что бы остановило? Что нужно ввести, чтобы люди перестали скачать? Не знаю, может, если компьютер бы там как-то, что-то, знаете, с системой там происходило, ну, там, вирус какой-то, может быть, потому что я как бы девушка, я с компьютером вообще на вы, и если там что-то не так происходит, меня бы это очень обеспокоило, я бы потом не стала так делать. Скачиваем. Как считаете, нарушается это авторское право? Это нарушает, но, мне кажется, больше нарушают те, кто потом это распространяет еще дальше, чем чисто для себя скачивают. Вообще нарушают, да. Как можно было бы пресечь украинцев, пресечь вот это вот пиратство у нас в стране? Пресечь, ну, возможно, это штрафы, но я не вижу, как бы правительство могло это контролировать и вообще искать, ну, каждого человека, который когда-либо что-либо скачивал. С одной стороны, я за то, чтобы защищались авторские права, потому что, как бы, ну, я считаю, что любой труд должен быть оплачен. Но, с другой стороны, я считаю, что для нашей страны пока мне дороговато платить за фильмы, музыку. То есть, мы еще не готовы к этому. То есть, уровень жизни нам не позволяет покупать каждую песню или каждый фильм. Хорошо, а как вы считаете, нужно ли сейчас пресекать пиратство в Украине? Ну, начинать уже надо сейчас. Еще вчера надо было. А какими способами? Наказывать надо. Те, кто за это отвечает, ну, я считаю, что не население виновата. Те, кто выкидывает это бесплатно, власти должны как-то контролировать это, чтобы не выкидывалось бесплатно. Ну, вот я считаю, что, вот я слышал в Америке, там, женщина скачала, там, какой-то альбом какого-то певца, и ее оштрафовали на, там, 100 тысяч долларов, что-то. То есть, я считаю, что нельзя наказывать людей. Надо наказывать тех, кто выкидывает это в интернет, делает это доступным. А контроль над этим все равно принадлежит власти, и пускай власть это контролирует. Как бы, если не будет бесплатного, значит, ну, не будет. Люди будут делиться тем, что есть. А сами качаете музыку, фильмы, игры? Не, онлайн включил, послушал. Ну, так, чтобы качать, нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!